Всем привет! Сегодня 16 сентября, Московская область. Мы уже приехали. Приехали еще в начале этой недели. И только появилась возможность снять для вас видео. Что хочу сказать. За время нашего отъезда очень сильно выросла трава. Хотя за два дня до отъезда я полностью выкашивала участок. У нас нет газона. Это природный газон, сорная трава. И довольно-таки часто я кашу, чтобы был зеленый плотный ковер. Температуры ночные очень низкие. До плюс 7. Днем хорошо. Солнечно, тепло. До плюс 20 температура. Замечательно. Все-таки бабье лето. Но единственное, что туманы. В Московской области очень сильные туманы по утрам. Рассовывается туман примерно в 10 часам только. Вчера еще приезжала местное телевидение. Сняли мою тыкву. Я ранее говорила, что участвую в конкурсе по выращиванию тыквы гигантика. Так вот, вместо местного телевидения вчера сняли небольшой сюжет о моей тыкве. Чуть-чуть сняли участок. Кому будет интересно, я оставлю ссылку под этим видео. Зайдите, посмотрите. А это мои стеклянные теплицы. Это томатная. Здесь выращиваю высокорослые томаты. И на 16 сентября выглядит все вот так. Осталось буквально сколько здесь, наверное, кустов? 10. Это томаты высокорослые. Черри. Это гибрид требус. Посмотрите, сколько еще томатов. Я их, конечно, завершковала, но они опять начали расти. Томатов очень много. Вот как приехали, мы каждый день делаем салаты свежие. Летом так не ели салаты, как сейчас, честно сказать. Это гибрид Парпора. Тоже, смотрите, весь в помидорах. Вообще. Замечательные черри, замечательные гибриды. Я буду их выращивать каждый год. Они сейчас, у них настал, знаете, такой пик вкусноты. Они очень сладкие, очень ароматные. Замечательные томаты. И вот, смотрите, да, висят до последнего. Они еще будут здесь висеть, пока будет тепло. А это... Забыла, как называется. А, это сладкий касади тоже. Тоже довольно-таки много. Листва чистая, не больная. Все замечательно. Это гибрид Кира. Это желтоплодные черри. Смотрите, внизу уже томатов нет. Это ребенок их ест. Здесь есть небольшой стульчик маленький. Она обрывает томаты, садится и смотрит на сад и ест. Остались его только наверху. Замечательные тоже томаты. Сладкие вообще. Я не думала, что такие томаты будут сладючие. Именно черри. Крупноплодные-то, понятно, они сладкие. А вот черри, еще гибрид. Настолько вкусные. Просто удивительно. На следующий год обязательно будут... Они высажены, эти гибриды. Только единственное, они очень высокорослые. Они больше двух метров. Наверное, вот здесь в коньке теплица у меня три метра. И представляете, они уже загнулись, идут, уже опустили свои ветки вниз. То есть они больше трех метров вырастают. Так как здесь самая высокая грядка, я буду вот эти гибриды высаживать именно посередине. Чтобы они были ровненькие. Замульчировано у меня все. Здесь не поливается, конечно, ничего очень давно. Единственное, что я на следующий год... Я пересмотрела. Значит, вместо соломы я на следующий год буду мульчировать скошенной травой подсушенной. Ну, подвяленной. Не хочу возиться с соломой, покупать ее, ездить этот тюк, тащить сюда. Буду косить и сюда складывать так же, как я мульчирую перцы и огурцы. В той теплице сейчас мы с вами ее тоже посмотрим. Здесь я высыпала листовая земля. Теплицы я буду мыть в начале октября. То есть в начале октября сниму все томаты, вытащу кусты. Уберу мульчу. Я мульчу солому, убираю. Никогда ее не оставляю. И засыпаю всегда свежую. Вот если скошенная трава, я эту мульчу не убираю, а просто плоскорезом как бы ее перекапываю. А именно солому убираю, потому что в любом случае она не перегниет. Вот так и будет лежать. Солома очень плохо перегнивает. Очень долго. Вот так выглядит теплица. Но мыть я обязательно буду с осени. Я всегда убираю в начале октября. Буду смотреть по погоде, чтобы был теплый день. Будет там это 5-10 октября. Вот тогда я и буду мыть. Дальше теплица. Это перечная, огуречная, тоже стеклянная. Вот так она выглядит. Я приготовила уже поднос. Буду срывать перцы. Вот смотрите, как покраснели перцы. Я их уже завершковала. Лишнее здесь постаралась по максимуму убрать. Все мелкие перчинки тоже убрала, выбросила. Перцы очень были густые. Зелень я массу зеленую подубрала. Цветки убрала, потому что цветение здесь было вообще обильно очень сильно. Поэтому все поубирала. Вот видите, цветы были везде. Все макушки были облеплены цветами. Это иварский перец. Буду сегодня срывать. Хочу на мангале закоптить, если можно так сказать. Я приехала, конечно, полила эту теплицу. Была она сухая. Нас не было долго. С этой стороны тоже перцы сладкие. Краснеют, дозариваются. Тоже вот-вот скоро уже будут. Перцы я уберу тоже в начале где-то октября. Как надумаю теплицу мыть, тогда и сразу уберу. Вот здесь как раз у меня мульча, это скошенная трава. Видите, ее практически уже не осталось. Хотя был заложен очень толстый слой. Здесь посередине у меня росли огурцы. Это я перед отъездом закладывала сюда скошенную траву. Вот как роскошную траву я ее не убираю. Просто плоскорезом вношу ее в землю. Занесла острые перцы. Они у меня в мягких контейнерах высажены. Посмотрите, какие красивые. Краснеет. Почему с улицы убрала? На улице стояли все время, пока меня не было. Ночи очень холодные. Поэтому я решила их сюда занести в теплицу, чтобы они здесь уже были. Это сорт кустовой конфетки называется. Это вот у меня два контейнера высажены. Это сорт... Нет, уже не видно. Высаживала 15.02. Сириус, по-моему, он называется. Посмотрите, какая красота. Он сначала фиолетовый, темный, а потом краснеет. Листва тоже фиолетово-зеленые на одном кусту. А на другом листва зеленые. Хотя это один сорт. Но плоды одинаковые. Смотрите, какой красивый. Я в следующем году соберу в этом году с него семена и посажу уже в кашпо. Но кашпо нужно побольше сажать. Это тоже сверху острый перец. Название ему... Вот здесь что-то написано у меня. Название его капуцина. Это очень поздний спелый перец. Я поняла, что его нужно сажать намного раньше. Не 15 февраля, а пораньше. Наверное, в конце января его надо высаживать. Но вы посмотрите, какие красивые у него перчинки. Очень сильно гофрированный плод. И он должен быть красного цвета. Почему должен быть? Потому что некоторые здесь уже покраснели. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Какие малыши здесь покраснели. Темно-вишневого цвета. Сверху острый. Я еще не пробовала. Но я надеюсь все-таки, что хотя бы несколько перчин покраснеет. И мне удастся с него снять семена. Чтобы на следующий год я уже буду знать, что его нужно высевать в конце января. И вот еще один сорт. Посмотрите, какой плод неровный. Темно-фиолитового цвета, как, собственно говоря, и листва. Это сорт. Сейчас я вам скажу. Вот так называется. На английском. Но он весь в перчинках. Вообще очень много перца. Красивый. И здесь я еще высадила перец такой же сорт в кашпо. Но ему нужно побольше земли. Минимум 2 литра на куст, я так понимаю. Ну, посмотрите, какое чудо. Интересный перец. Хотя я не знаю, он уже в биологической спелости или еще в технической. Нужно будет почитать об этом сорте. Куст довольно-таки мощный, большой. Что у этого сорта, что у этого. Это не гибриды, это сорта. Потому что с них можно снять смело семена. Вот таким образом у меня выглядит перечная-огуречная теплица. Травы практически здесь не было. Я еще раз говорю, что у меня здесь была мульча. Поэтому здесь травы было прям минимум. Дорожки замульчированы древесной щепой лиственных деревьев. Ну и здесь хочу вам показать. Это черенки прошлогодние, летние. Смотрите, какие красавцы. Это я все выращиваю для того, чтобы посадить возле дома, когда, дай бог, будет отмазка. У меня уже место для этих цветов, для этих гортензий есть. Ну и здесь хвойные черенки. Тоже потихоньку расчищаю территорию. Планирую, куда буду их высаживать. Но и пока не на доращивание. У нас еще год. Я думаю, это уже будут вполне взрослые растения. Это скальный можжевельник Blue Row. Так, и здесь смотрите, что у меня творится. Значит, убрала я цветы из кашпо. Кашпо буду подготавливать с зимы. То есть набивать землей сейчас с осени. Чтобы весной просто посадить мне цветы однолетние. И мягкие контейнеры, в которых высажен острый перец, я тоже буду подготавливать с осени. Я в прошлом году так сделала. Все было подготовлено. И я быстренько высадила рассаду. Все замечательно, чтобы мне ранней весной землю не вошкаться. А просто уже в готовое кашпо все посадить. Эти кашпо и мягкие контейнеры я набиваю и ставлю прям на землю в теплицу. Ну и здесь у меня земля. Знаете, я уже, наверное, лет 5 не покупаю землю для рассады. А готовлю ее сама. Для посева семян я делаю с почвосмесь. Беру биогумус с торфом. Агробалт в оранжевой упаковке без добавления минеральных удобрений. В общем, агробалта беру 70% и биогумуса 30%. Именно в эту почвосмесь я сею семена, все, любые семена. А уже, когда я делаю перепалку сеянцев, довольно-таки больших, подрощенных, это минимум 2 настоящее листа, я уже применяю вот эту землю. Значит, здесь я уже начала готовить. Это 5-летний, я вчера просто убирала все запасы там свои, значит, мешки. Это 5-летний конский навоз. Ну и, конечно, там попадаются не только каштаны, но и подстилка конская. И посмотрите, какая это уже не навоз, это уже земля. Это все конский навоз с подстилкой был. Ну, подстилки здесь минимум. И посмотрите, какая структура у земли. Крупинчатая. То есть здесь биогумус чистый. Даже вот они попадаются, я не знаю, как на камеру видно или нет, коконы. Здесь червей столько было вообще. И вот такой именно биогумус, в принципе, так и выглядит. Когда я выращивала червей, старателей, я знаю, что такое домашний, настоящий биогумус. Именно так он и выглядит. Крупинчатый такой. С наличием коконов, то есть присутствием и самих червей тоже. Замечательная земля. Я считаю, что это уже земля с биогумусом. Здесь перегной, но его нужно будет просеивать. Это в прошлогодний перегной. А что у меня здесь? Тоже перегной. Это та же земля, перепревшая. Это с биогумусом. Это вот конский навоз. Здесь тоже. Это мешки, куда я буду все складывать. Мне осталось купить еще торф. Доломитовую муку. Торф-агробалт без добавления минералки. Доломитовую муку, чтобы раскислить. И у меня сейчас готовится зола. Там перегорает деревяшки. Буду собирать и добавлять тоже сюда. Вот так я готовлю землю для перевалки растений. Уже довольно-таки много лет не покупаю. Горшки землю я буду от цветов высыпать. Потому что здесь она уже никакая. Смотрите, одни корни. И тоже обновлять землю. Возможно, сюда буду добавлять новую. Посмотрим, как получится. Я посмотрю сначала, в каком состоянии эта земля. Вот, в принципе, и все. Еще не показала вам перцы на улице, как выглядят. Тоже я листок все убрала. Что-то здесь оставила. Перцы мелкие убрала. Цвет убрала. И вот так выглядят перцы на улице. Но это ни о чем по сравнению с теплицей. Я на улице больше перца выращивать не буду. За все лето я сняла здесь, наверное, 10 перчин. И вот сколько здесь сниму, то и будет. Вот, теплица, конечно, с таких кустов я сняла намного, намного больше перца. Тоже подготавливаю грядки на улице. Засыпала эта трава скошенная. Уже подсохла. Вот так выглядит участок. Выкашивала я его два дня, потому что земля... Роса очень сильная. Трава очень сочная. И высокая. Поэтому косила я два дня этот участок. Вот так. Кошу я косилкой самоходной. Территория очень большая. Поэтому вот так вот. У меня все, друзья. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Подписывайтесь. Я оставлю все ссылки под этим видео в описании. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Всего вам самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok